Смотрите сюда. Во многих абрикосах, в частности в моих, внутри находятся гены этих же самых мазырских абрикосов. Ну еще, может быть, культурных, ну привет. Там же спаривание идет по принципу. Ну ладно, все, все, молча, молча. Курдево, когда побывал у меня, когда все это увидел, схватился за голову, а потом вернулся к себе и написал. В очередной статье Жереза упраздил понятие сортов. Ну, сорт это что-то одно. Вот вы знаете, что это сорт, вот он такой должен быть. А там, знаете, что внутри понамешанное. А манжелис не дает ему замерзнуть. Понимаете? Вот. А откуда оно взялось? Да, я не отрицаю. Ну, заниматься опылением, перекрасыванием я не занимаюсь, имеется в виду искусственно. Да, я сейчас подвожу вас. А, ребята, я вас подвожу к сенсации, к настоящей, пусть не моей, но настоящей сенсации. Итак, значит, перекрестное опыление специально отменяем. Остается хаотичное опыление по принципу садучих, кто только не растет. Раз. Дальше опыление без зачатия. Помните, я усил вас понятие Ксении, понятие, допустим, Терегонии. Ну, это мы проходили. Вот. Два. Вот. Ну, и прививка на манжелисе к подвое. Уже хочешь не хочешь, а мне, чтобы морды не тыкали, я говорю, хорошо, хорошо, хорошо. Я ерничаю, то есть я с этими согласен. Все, все успокойтесь. Успокойтесь, ради бога. Нету никакой мигзонии? Нет, нет, нету. Просто бери вот дикий подвое. Манжелис, прежде чем передать сок в культурную часть, его-то сок-то личный более морозостойкий. Ведь я живел в понятиях, вы же знаете, мои эти особые самые, антифриз понятия, вы же знаете, да? На автомобиле знаешь, что он антифриз? Антифриз, ну, все, все, дальше не буду разъяснять. Итак, у его антифриз более незамерзающий. Он же передал к роли, и вот она уже незамерзающая. Уже этого достаточно. Но это еще не все. Значит, только это называется присказка. Вот. Сейчас мы подходим к сенсации, друзья. Я хочу, чтобы все, даже новички, которые ждали только от меня одно, как проливать, как садить. Вот. Значит, эта фотография, ну, попалась под руку. Ну, скажу. Уважаемые гости. Гелин Санжаевич, он никакая не гость. Вот, она уже все заколки знает. Так. А вместе с ней приехала зал в лаборатории, вот, слушай, вот память. Это университет или академия имени Расчетнева? А, Глент, я забыл. Ну, в общем, это солиднейшая организация. Вот. А это зал в лаборатории по грибам. Грибов не найдено. А, казалось бы, такого быть не может. Как это? Ведь это же Сибирь. Они же так же дохнут, как все. Только в Меймеджине, да. Ну, всякое бывает. Кроме гриба тортовика. Ну, гриб тортовик уже знаете. Уж сам уж можете говорить, что манилия – это патогенный гриб. У-у-у-у. У-у-у, манили. Или там парша. У-у-у-у. Парша все дерево покрыло. Вот. Дерево грызет, грызет. Нет. Это на слуху, это знают все. Вот этот будь и ночью любовь. И это. А, хотя это все неправда. Это все грибы трудняги. Я их все уважаю. И с этим не борюсь. А, допустим, трутовик – это трутовик. Это его право. А вот тут хозяин. Это Сибирь. Он утилизирует, утилизирует мертвесину. Понимаете? Он не так заметен. Он утилизирует часто. Он выедает сердцевину. Знаете? Вот. Он может быть везде на морозобойном. А куда морозобойном? У меня вся абрикоса. Таких морозобойных? Вот. Единственное, что я за сердцем не хватаюсь, а я спокойно живу с ними. Недавно 15 тридцатилетних выпилил тридцатилетних. Почему? Место надо было освободить. Мне государство место не дало. Вот. А получается так, что этот человек... Вот. У меня есть большая совесть от Элены Санду. Если она хоть раз меня влечит в обмане, привели себе они еще где-то. Все. Я потеряю такого, этого самого ценного сотрудника. Сейчас поймете почему. Вот. Идем дальше. И так, грибов не обнаружено. Тортовик – это друг, помощник и брат. Вот. Несколько фотографий. Вот эта фотография сделана у пианиста. Вот. Это 100-граммовые абрикосы. Это позднее. Посмотрите на дату. Это август. Вот. Сейчас появитесь, чем я говорю. А вот. Они, когда их... Филипп... Да точно не меня. Я сейчас... Я подхожу к сенсации, к мировой сенсации. Да точно не меня вы не найдете. Вот. Можете чего угодно ругать, меня хворит. Но главное на качество. Да точно не найдете. Я сложил горло. Признавайся. Владимир Викторович, признавайся. Откуда ты его взял? Это же чудо. Это сказка. Это что-то невероятное. Это что-то запредельное. Транспортабельность. Это твердое до созревания. Никаких... Не боится. Нет у него никаких врагов. Потому что у него это самое... Он позже созревает, когда уже эти наелись. Извините, я так цинично. Пока уже вредители. А у них есть вредители. Вот. Пока они наелись более ранними. А это уже они шито. Вот. И все прекрасно. Да. Соки, компоты, варенье. Особенно компоты. Чудесное. Они раскисают. Все прекрасно. Володя, где брал? Нигде он сам только вырос. Вот был нормальный апрекос. Ну, нормальный, значит, что такое. Среди человек там эти... В Европе их много. Даже в несутках бывает. Вот. Он сам таким стал. Подходим к теме, сам таким стал. Вот это вот. Я могу сотни примеров, но вы же замучите слушать. Вот это вот... Венгерка, который я привез Украины. Вот. Называл же у нас сейчас Сорочинская. Но это уже не Сорочинская. Вот. Значит, темно-синяя, синие. Твердая, тоже как вот это... Ой, как я люблю то, что на зубах хрустит. Это моё. Это с Украины. Это с детства моего. В школьные годы собирали в колхозовом саду бёдрами. Сдавали. А здесь привил на абрикос. Кажется, на бай. Да, на бай привил. А бай – это обычный жёлтый. Я покажу ниже. Что получилось? Средину наполовину. Но теперь дальше надо это всё закреплять, закреплять. Вот. И без всякого надежды на успех. Потом вспомните про этот фотограф, когда я буду рассказывать о Лысенковсах. Вот. А это бай. Я вам показал фотографию бая моего, с моей ветки, привитой Калининградской области. Большое дерево. В Калининграде большой урожай. Среди вес плодов 130 грамм. Но это было. А вот это я не помню, показывал или нет. Это сад моего друга Чернобаева. Это тот же бай. Ну, где-то 130 грамм. Тоже на уровне рекорда, да? Потом. Всё идёт. Сейчас я к сенсации. Приближаемся, приближаемся, приближаемся. Итак. Садит четыре дерева. Из косточек. Косточки превращаются в четыре. Прекрасно полносящие. Садится. Три из них, конечно, не такие огромные плоды. Но 40-50 грамм для бая сеянцы. Вполне приличная, вкусная. А четвёртый? Пять раз мельче. И что получилось? Как получилось это самое? Вы скажете, я его кто-то опылил? Да. Ну, допустим, Манжоли сиреном раз. Допустим, он пошёл в папочку. Вот. Получилось вот это нечто. Возникает вопрос. А можно вернуть? Вот опять взять косточку и начать работу обратно? Да, можно. Хотите, я вам заняться в поколение верну? Дайте мне пару миллионов. Я эту сверхзадачу, вот она. Я выполню. Это сверхзадача. Почему? Долго. Ну, пусть пять-шесть лет на одно поколение. Ну, лет через двадцать-тридцать я получу себе положительный ответ. Но, а надо ли? А надо ли? И вот тут с этот момент, впереди сенсация. Я специально интригурую, но мне надо всё к ней подойти досконально. А как это подойти? А смотрите, друзья. Значит, что получается? Значит, разброс качеств какой огромный. Мы получили совершенно новое качество. Что теперь можно сделать? Правильно закрепить его. Мы, например, возьмём уже с этого дерева. Я вам показывал это дерево и в фильме снимал Чернобаев. И вырастил у него прямо на улице. Прямо на улице. Это у меня бы другая тема была. Озеленение страны плодовыми деревьями. Помните? Вот. Показывал это дерево. Я возьму теперь веточку с этого дерева. А он сверхранний. Могу я сохранить эти качества? Чтобы он был сверхранний. А почему нужны сверхранние? Вот этот вот сверхпозний. Ой, не думал, чтобы разговаривать. Сверхпозний. Так. Наверное, у него он позже цветёт. Шансов попасть под заморозок меньше. Или... Как у меня было? У меня был анекдотический случай с персиком. Первая волна абрикосов попали под заморозки. Они... Погибли все цветы. Врожая не было. Потом зацвёл персик. Персик отцвёл, завязались плоды. А потом поздние вот такие вот несколько деревьев у меня зацвели. И опять попали под заморозки. Тогда я сказал себе, саду должна быть разная. Это само собой. Разные сроки созревания. Значит, если вот этот иметь в саду, чисто практическая цель. Если закрепить его качество, 30 июня, это в Сибири. Вспомню, что у нас на месяц позже лето начинается. Это в Сибири. Это действительно сверхрадий. Я возьму веточку. Я закреплю или нет? Ну, не с одной попытки. Там тоже отбор нужен. Ну, через 37 поколения условие станет таким. Я к этому тоже подвожу. И к сенсации подвожу. В 34 поколении прививок. Возникает вопрос. А если я хочу получить сверхрадий и дальше с косточек буду заниматься? Где-то в другом месте, где за полкилометра нет ни одного абрикоса, чтобы не мешал, я начну закреплять качество сверхрадьего. Ну, так, чёрт-то мне такой мелкий. Зачем мне такой мелкий? То есть, зачем это направление делать? А теперь вспомним. Я получил письмо. Я его скопировал. Я вас с ним знакомил. Очень серьёзный человек. Но явно учёный, хотя он не раскрывал всё это. Валерий Константинович, для того, чтобы получить новую качество, то есть, имелся в виду новый сорт. Нужно вырастить тысячу повысящих деревьев. Скромно, но с вкусом. А ещё раньше, я в учебнике прочитал, ещё там 20 годами раньше, что нужно две с половиной тысячи. Не тысячу. Значит, истина где-то тут. Между тысячей и двумя тысячами, тремя тысячами. Где-то один. Да какой-то чёрт это было делать. А наука от этого отказаться не может, потому что у неё второй путь был в своё время запрещён. Именно запрещён. Почему? Сказать Лысенко – это негодяй. Это означает, что всё, что говорил Лысенко, не имеет права тиражироваться. Тогда выяснится, что он гениальный негодяй. Вы понимаете? А Мичурин? Хвалили, хвалили, перехвалили. Мичуринский метод, Мичуринский метод, Мичуринский метод. Вот. Перехвалили. Как его не любили? Зачем была команда ФАС? Зачем было его из гроба выкапывать и 20-30 лет назад опять хоронить? Вместе с его идеями. Зачем? Вот это было. Вот этого направления нету. А я про это ещё ни слова не сказал, про сенсацию. То я хочу, чтобы вы подошли во всё оружие. Вот. Вот ещё один простой пример. Но не удержался, простите. Вот. Это. Ранетка. Вот. Ранетка – это знаете, что такое? Это. Ну, ранеток делали из чего? Из Китая, из Сибира и плюс какой-нибудь крупноплодный сорт. Значит, его качество тоже плавают. Ну, так же. Привили кто-то папу, кто-то маму, кто-то соседа. Как положено. Она у меня одичала настолько, что уже невозможно было есть. И я взял, привил мне это. Несколько привил. Одну запомнил. У меня выросла мощная ветка. Ой, фотографии есть. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. Нет, ладно. Время жалко, время. Я бы вам показал, какие прекрасные у меня выросли плоды богатыря именно на этой иронетке. Иронетка опять укрупнилась. Ну, кто-то скажет, еще с вами, но ты, бичурина, это же настояние метра. Ну, хорошо, Ирина сам знает, что это такое. Вот. А я сомневаюсь, что эти выпускницы, темирать-жуки знают. У них другой принцип. Берем дерево, больное, несчастное. Вот. Делаем, отрезаем нижние ветки. Значит, режем, режем. Делаем так, чтобы она насквозь просвечивалась. То есть, режем сверху вот такую чашу. Увесим до конца. Вот. Опрыскаем фунгицидами. Ну, это как чекарь реанимации. Дезодоранты попрыскают. Он встал и пошел домой. С реанимацией. Вот так примерно. Вот. Вот это их метод. А тут на своем методе. А мечурина-то опять запрещет. А я-то это самое. Не собирался никаких менторов применять. Тем более насыщение ментора. Насыщение ментора. Когда я рассказал друзьям. Про них сейчас вспомню до сухой благодарности. Вот. Когда я рассказал друзьям, что в несколько поколений, особенно в принципе все по двое родственники. Помните? Прививка только у земли. Та-та-та-та-та-та-та. Вот. Берешься не с первого поколения на второй, третий, четвертый. А с первого поколения на второй, второй, третий. Третий, третий, четвертый. Все. Новое направление готово. Насыщение ментора. А начинается это все с усвоения. Первый этап-то это и с усвоениями. Понимаете? Тут разницы между мной и ничего нету. Я в ней ничего не крал. И просто продолжил. Но я же не знал. Я просто... Мне надо было привить Раневскую. Я вижу, что мне некуда навтыкать новые сорта. Привожу от чужика чертирую. Куда скрутить? Натыкал. Остальное. Господи, а почему Раневская стала опять крупной? Вот так. Итак, это все. Корзину. Идем дальше. Вот. Видите? Знаете, что такое? Это не лучшая фотография. Вы бы видели дерево, увешанное где-то 15 ведрами плодов. Это листая красавица. Она родом из Бельгии. Которая, которая, подчеркиваю, 300-400 грамм весом невероятной красоты. Не зря красавица назвали Бельгией, да? Вот. И невероятного куса. Как-то все мимо. Хороший фотографий так и не сделал. Вот. Открываю секрет. Она не была такой. Вот. Вот оно насыщение. Идем дальше. Удалось укрупнеть. Значит, эту самую. Удалось укрупнить. Мелбок. Красную Канаду. Удалось укрупнить. Значит, это псевдо-голден-деррешев, который... Кольдерус сказал, нет, не голден. Ай, ладно. Пусть они... Еще и лучше. У нас дура вот такой. Значит, пусть будет голден-железов. Понятно, да? Вот. А это, знаете, что такое? Росмарин. Да. Красотичь. Ай, вот это... Какой он вкусный. Он у меня сразу вышел на второе место. Первое. Это медовый. Все, все проехали. А то сейчас проглозите шлину. Смотрите дальше. Эту фотографию сделана ясно в моем саду. Так. Вот. Естественно, что мы такие в магазин бегали покупать. Там таких нет и никогда не было. Это абрикосы. Так. Бывший, подчеркиваю, бывший академик. Почему удалось укрупнить? Там где-то 35-45. Вот такой у них вес стационарный. Почему? Мы к этому подходим. Мы к этому подходим. Если академик его получит. Почему я сказал об Амурде-Востоке? Надях ожидает минус 40. А там где хозяйничал Академия Казмин. Дальний Восток. Кажется, Хабаровскому краю. Это что? Хабаровск. Приморье. Хабаровске выше. Значит, холодиль. Вот. Он получил устойчивый сорт. Великолепнейший. Называется Академик. Вот сам был Академиком. Вот. Нет бы назвать его Казмином. И все. Вот. Постеснялся брат. Как удалось до этого довести? Опять подходим. Вот. К этой самой сенсации. А это чудо. А вы попробуйте сейчас взять косточку и получите пять декаря. Ну, пустите себе языки. Которые с дерьмом у нас у меня с братом. Мне самое интересное. Я хоть и разговаривался, но еще раз должен поклониться своему брату. Ну, и одного возраста. Вот. Ее высшее образование. Он настолько умен. Скажите мне, пожалуйста. Он пастельхоз мускочил. Вы же этого не знали. Думали, какой-то этот самый идиот заступается за деревья. Мол, отпилим боковые ветки, и дерево это, начнет плодоносить. Я потом прикинул, да, по их совету, этих, тебе это, получалось, что из ста процентов кроны, четыре ветки убрать, одну убираешь, уже 50 процентов дерева нет. Она вот так росла. Вот так. Вот так убираем. И еще три, остается где-то процентов 20-25. А они-то не соображают. Они же, совет-то просто отпилил и забыл. Вот. То есть, если кто их послушал, сделал, а дерево дано мертво. Или с красным показывал. Это несчастная груша. Вот. А получается так, что это, ну, человека такого типа посмел их сказать, что они неправы, получил, за ним получил я, и получается следующее. В фразу сказано одной из них, и там две такие, сладкая парочка, что косточки в смешанном саду должны превратиться в дички. То есть, поверьте, что это дички. Ну, поверьте, что это дички. А почему? Все еще ведем сенсации. И вот я хочу сделать упрек ученым. Ребята, хватит нам сортов. Все шедевры давно созданы. Они созданы там, на юге, потому что возьмите Италию, Испанию. Это... Ну, оттуда же к нам везут только. Пусть отравленные, но оттуда везут. Они такие красивые. Когда-то ведро против килограмма было. Наше ведро стоило... И килограмм стоил столько, сколько наше целое ведро. Это было унизительно страшно. Сейчас-то все изменилось. Вот. Но на севере-то надо иметь что-то свое. Вот. И вот видим гибридизацию. А дальше случилось следующее. Ладно, мы дойдем до этого. Все, идем к этому. К сенсации. Ну, лишний раз я покажу ее самому, потому что она главный герой сегодня у меня. Вот. Вот она. Сейчас. Вот это вот. Почему? Я все время... А вдруг заметят. А вдруг москву заберут. Кто же сам этимирязевку? Потому что если глядет новый человек, ему... С теми работать невозможно. Они научили калечить деревья. Они так и учили. Вот. Понимаете? Учили-учили. А теперь получили язык. Куда девать-то? У меня он человек, а не хочет калечить деревья калечить. И остановиться не могут. Вот что страшное. Вот. И вот наша Лена Александровна. Раз, справа. Два, три, четыре, пятая. Вот та девушка в красном. Это не она еще. Вот. Ну, и дальше это. И вот в этой солиднейшей компании студентка. Ну, как там дальше? Красавица, спортсменка. Пункт я показывал, как она ныряет в Венесей. Зимой. Вот. Значит, в этой компании как попало? Почему? Я из нее главный героиней делаю. Это очень важно. Только из-за одной фразы. Только из-за одной. Вот зачем ты мне вчера это сказал, а, дочка? Ту фразу. Я специально интригую всех. Итак, мы деньги частично дорогой оплатили, да? От нее надо было ждать каких-то чудес. Вот. И она студентка рядом с этими кандидатами и докторами. Правда, ну, что молодежь, конечно, но и не только молодежь. Но она студентка, посмела пройти курсы. Вот. Обучение в стенах Мичуринского ГАУ, проще 11 представителей из высших сельхозучебных заведений. Татарстан, Удмуртия, Приморский, Крымская, Московская, Курганская. Вот. То есть, я это ее характеризуюсь. Да, пойдем дальше. Ну, что она мне... Уже вот за это я огромное спасибо. Дело в том, что она провезла 120 фотографий. Она взяла все стенды с фотографиями. Вот мне лень было. Вот у нас человек. Вот. Я возьму в данном случае только... Тут много спорного, бесспорного. Тут много стендов, где опять проклинают грибы. И направление у них... Как с ними бороться? Вот. А грибы-то ничем не виноваты. Это я считаю. Но именно вот это вот, в правом нижнем углу... Вот-вот. Видно, курсор не видно. В правом нижнем углу... Это есть селекция клоновых патронов яблони. Яблони – на основе метода биотехнологии цитогенетики. Весь метод заключается в том, что да, у каждой клетки, клетки плодового дерева есть способность превратиться в отдельное дерево. У клетки, заметьте, не там, где положено быть почка. Почка развивается одна в корень, другая из другой почки, получается, крона. Вот. Потом больше и больше. Потом 10, 20 тысяч, 10 тысяч листьев. У каждого... И знаете, есть такое слово «дифференциация». Посмотрите, что это такое. То есть, каждая узконаправленная. А и вдруг оказывается в каждой почке. И как это заметили, я бы никогда не догадался. Вот уж тут приоритет за кем-то из науки. Но вышла в боком. Выращиваем с почка, с почек с этих. Вот. И получаем овечки доли. Вот. Вот они те самые. Они, на мой взгляд, абсолютно непригодны. Тогда они использовали это частично. Вот. Да, они сами это знают. Почему? Редко упоминают сутерны, я видел. Сутерны вращивали. И ссыли... Нет. Вишню, вишню. То есть, всё-таки древовидное. Хотя их место на помоке всё равно погибнет. Их место на костре. Но это отдельный разговор. А здесь то, что получается. Они взяли и начали... После Италии, Германии и прочих маний, они начали переходить на клоновые подвои. Я вынужден сразу поехал к выводу. Почему? Это тоже часть того, что мы будем говорить дальше. Деревья на клоновых подвоях и просто клоны с первой секунды жизни и навсегда калеки. Вот. И вот получается, что мы готовы чем угодно заниматься. Калек растить. Потому что это мудро, это белые халаты. Ну вот. Ирина Александровна. То есть фотография. У меня там белых халаток там. В лаборатории. Не там этим занимаюсь. Ну типа то, что я делал маленький, говорит, приехал учиться. Лишь бы не экрекретивная гибридизация. Отходим ближе к сенсации. Я пишу так. Копировать южные технологии нельзя. Именно копировать. У нас морозы. А грибы это потом. Я их называю паточками. Но опять уклонюсь, если вот эту тему буду развивать. Идем дальше. Смотрим сюда. Вот этот саженец наклонован по двое. Искусственная корня, палка была. Потом. Видите? Нет? Так, давайте, давайте, давайте. Ну что, смотрим внимательно. Его еще до продажи он был сгнил уже. Это судьба клоновых подвоев. Сказки рассказывают, что дерево на клоновом подвоев яблони будет поворачивать. Ну молодец, фотографируют там. Даже ведро. Бывает полтора ведра яблони. На этом все срабатывается. То, что выше почвы срабатывается. Эти самые, как их называют? Господи, эти плодовые образования срабатываются. Год, два, три. Отсел, он больше их нету. А он клоновый. А у него больше корней нет. А он так все развиваться не может. Все, все, все. Он веток-то не дашь больше. На этом все. А это несколько лет. А сама технология такая, что они начинают гнить еще на продаже. Некоторое время продержатся в году. Вот эти вот. Вот эти. Я это называю. Смерть быстрая и очень быстрая. Ну эти пусть не сгнили. Их, по крайней мере, посадили правильно, видите? До этого. Ниже прививки. Но вот это и есть знакомливо с клоновым подвоев. Я показывал другие фотографии. А еще под руку подвернул. Вот. И так как все-таки какая-то учеба, и опять я отхожу в сторону от главной мысли, от сенсации, плюс капельный полив. Вот их так и гноят. Так как у них корней с Гулькин, этот самый, как сказать, мягко, не матом, с Гулькин сын, вот, то, простите, то получается, что он уже высыхает мгновенно. Это вот такая глубина. Все время приходится поливать. Так как поливать все время невозможно физически. Для этого бросили трубу, пододелали дырочек, и там всегда сыро. А так как, этот, закопана палка, обросшая искусственными колями, то его срок к жизни несколько лет. Вы скажете, нет? Давайте смотрим так. Самый яркий пример, идеальный, это в качестве подвоя используется еще и для оборачивания колонавидных яблок. Ах, какая фотография! Как я над ними сгорелся! Показывает фотографию, я показывал себе коротко, на ней 10-15 яблок. И на дальнем плане видно, что еще 5 яблок. На одной две, на одной одна, а на сурик пусто. А на той, которая в центре, как сказать, которая селфи устроена, в которой, на ней аж целых 15 яблок. А в густе в сальце вот такое 15 яблок. Вот это еще, что могли произвести. А на самом деле все еще гораздо хуже. Дело в том, что именно там мы имеем вот эти самые клоновые подвои. Вот. Получился такой тупик, что мне так... А потом самых крутейших журналов было так. А вот яблок не дает два, знаете, аж ведро, якобы. И где-то находят редко один случай из тысячи, когда находят клоновые яблоки, но не действительно ведро. Я про северную Россию про северную. Вот. Говорю, подчеркиваю. Аж ведро. А потом берут, садим через 40 сантиметров, вот так. А безнолетних метр. Сколько их оказывается на гектаре? Десятки тысяч. Десятки тысяч, а на каждое ведро. Потом кто-то берет и запишет это, умножает так, ведро это получается килограмм 6, да? 6 килограмм, ну, допустим, на 10 тысяч. Вот. А дальше как разим, помните, сколько будет 100 тысяч на 1. И давай считать, 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 считать. Вот так они выложат гигантская сумма. Вот оно будущее. Прошло 30 лет. Вот оно будущее. Я уж извините за Макукиш, это не вам, это им. Вот это всё вынутые из карманов миллиарды. Ладно, там эти, я ещё покажу. Абрикосов колновидных нет, груш нет, слив нет, вишен нет, персиков нет. Ничего нет. Абрикосов нет, есть только яблони и те, вот такие, если это честно, коллоклоновые подвозьи, это всё честно. Вот. И никаких завалов яблони нет. И нигде вы не встретите в магазинах, на рынках, я продаю колновидные яблони. Никогда. Миллиарды вытянуты. У нас Сианогорцы вытянуты. Я один из тех, кто скинули, сотню купили. Потом долго плевался. А вот теперь вас учу. А потом смотрите сюда. Это уже нормальные корни. Почему они не хотят и не могут о нормальных корнях? Почему? Это не лучший урожай. Просто не всегда мог подобрать с собой. Рекорд по высоте? Пожалуйста. Вот. Рекорд по урожайности? Мировой. Пожалуйста. Вот. Ну, а эти попробуйте с их рекорд получить. Все уроды, все с искусственными штабами, вот вам институт. Как их к этому приучить, я не знаю. Ну, это ладно, это все надо знать. Подходим ближе специального сутвита. вот видите, как я хитро. Я про сенсацию еще ни слова. Итак, знак вопроса. Лысенко возвращается? Пока его возвращает тоже Макаров Алексей Иванович, да? Ну, он знает, о чем говорится. Время Ивановиченко должны вернуться. Правильно? Германские и польские биологи не думают, что будет скучно. Показали, что между клетками прямой и подвоя может происходить горизонтальный перенос не только пластинных ядерных. Понимаете? Ядерных. Перенос ядер. Перенос ядер. Привая друг друга обыкновенный табак, вот тут получилось как? Это старая история. Наверное, это все честно. Не может быть, чтобы они спальше высосали. Они доказали наличие вегетативной гибридизации. Поняли? Знаете, как тут написано? Удалось получить овалополиплоидные клетки, содержащие в одном ядре оба диплоидных хромосомных набора. Заметьте, не по полнабора, как при нормальном этом, назовем мягком, сайте, сайте. Вот. Вот что случилось. Вот это и будет. И вот, наконец, я перехожу еще ближе к теме. Вот. Дело в том, что три дня назад я увидел по телевизору передачу. Это впервые удалось прорваться через эту стену молчания. Что такое стену молчания? Сказать? Итак, я просто один, у меня таких квалиров много, они горькие. Итак, Иркутск. Это есть на видео, на видео, это не шутки. Там идет региональная конференция. Там выступают профессионалы, ученые, любители, кто продвинулся. Замечательное зрелище, я так удовольствием смотрел. Наконец выходит фамилии, и знал бы, не сказал бы, ныне помню, выходит директор Иркутского ботанического сада, ну а дальше идут его эти самые степени, кто там, доктор, кандидат, неважно, главный директор. И мой зал задает вопрос. Я, кажется, это была, кажется, это была, сейчас, и потом уже вспомню фамилию. Скажите, пожалуйста, вот, как вы относитесь к тому, что это самое, Железов Леонид Константинович занимается вегетативной геморизацией, у него есть результаты. Ответ. Он не сказал за себя, он сказал за всю науку. Он сказал, это все видео есть. Научное сообщество вегетативной геморизации не поддерживает. Так? Идем дальше. Значит, что было в этом самом? Наш молодой мужчина, молодой ученый, я, как бы, немножко пока цитирую, к этому подходим. Он был, у него было семь или девять лет за творчество. Ну, показывали его лабораторию, конечно, современной, все. Он занимался тем, что изучал состав генома. Ну, генома, это если в целом брать. Ну, допустим, молекулы, ДНК и все, что ее окружает. Вот. Он взял, сделал много важных опытов и доказал, что, внимание, в создании новых свойств, новых сортов принимает участие не только ДНК, а маленькие обрывки, там такое слово хитрое было, обломки, обрывки, кусочки, ДНК, то есть маленькие кусочки, которые к этому центральному, главному этому молекуле отношения имеют. и они оказывается играют всю роль, и тот другой, третий участвует в этом, в работе, в организации, в этом самом, в развитии деревьев. Так? Казалось бы, что особенного? Вот, мы про это давно знаем, так? Давно-давно-давно, я про это чуть попозже буду говорить более, ну, более-более толково, потому что сейчас, может быть, заскучаете. Вот. И как это получилось, что вдруг прозвучало на всю страну и вдруг центральная территория, то, о чём мы всю жизнь мечтали. Друзья не дожили уже мои, и не это, хотя мы это давно знали и использовали. Так? Но прозвучало как открытие. Почему? Потому что как был прерван загород молчания? Он взял и отправил в иностранный журнал один из самых авторитетнейших научных журналов на планете. Статью вот про эти обломки, обрывки этих самых кусочки значит, ДНК, которые оказываются не просто болтались как мусор, а участвовали в этой работе в производстве и в создании нового санта. И вдруг его напечатали. И тут-то до наших дошло. Я не знаю, благословлял его какой-нибудь его, вряд ли, какой-нибудь академик, его научный руководитель. Нет. Он заперся у себя то ли 7, то ли 9 лет и забыл. И вот это вот он вытащил золотой билет или как он называется, выигрышный билет, его напечатали. И тут у нас гений теперь есть, у нас оказывается теперь есть впереди такое, после этого, такие выводы можно делать. У нас теперь впереди такое будущее. Вот. Они забыли сказать, что то, что он открыл, а, уже давно открыто нами, и б, ну, как открыто, у каждого своём, и практики. А он теорию, он опыты проводил на уровне киноа. А мы-то в практике наши дела это, нож этот самый прививочный, да, лопата, ну, такая, знаете, неинтересная работа. Лейка, что там ещё нам надо? Мать, это как фактически прививка эта работа, ну, можно сказать, слесарная. Вот, понимаете, да? И вот дальше состоял на, в этом самом, как он называется, в ящик этот, в телевизоре, это прозвучало, как невероятная сенсация. И нашим-то теперь, учёным, деваться-то некуда, потому что, как его написал такой журнал, а там же журнал-то непростой, писали только выдающихся статьи. Вот, что получилось. Понимаете? Вот, а теперь получается, это Лысинковец, вы поняли, чьи моя планета? О, Лысинковец, а Лысинковцем давно назвали, Железова и назвали это самое, Лысинковцем назвали, ещё Лысинкова. Так нас назвали. Теперь идём дальше. Я решил немножко эту тему раскрыть, потому что первая мысль была, караул грабят, потом успокоился, нет, он выполнил свою часть работы, а мы выполнили свою часть работы. Другое дело, что теперь ему грозит Нобелевская премия, прям грозит. будешь у меня Нобелевского рядом, будешь говорить ему премия Нобелевская, вот, и получишь ты миллион долларов, и теперь ты будешь свой, это, не пропьёшь, ты ещё больше лабораторий построишь, и ещё будешь доказывать. Вот, но если брать техническую сторону, практически мы уже всё доказали, всё, что мог, он уже совершил, и на стоянно навеки почил, городский почил, извините за грустные слова, а этот самый, бодно почил, Латинков почил, вот, из активных остался не один, и что мне было делать, правильно я набираю телефон, звонил, меня Александр, дочка, ну, вы поняли, о ком я сейчас, о той самой, которую вы видели, вот, эти фотографии, вот, вот, этот самый был момент, для меня очень важный, очень важный, самый важный, почему, я говорю, что ты знаешь про гражданальный перенос, она говорит, что знаю, это транспозоны, вот, а ещё говорит, и это, и начал мне лекцию читать, меня, Заня, начал лекцию читать, впервые, не я, она мне, начала читать мне лекцию, что такое транспозоны, и дошла до того, что сказала вот эту фразу, есть ещё не просто транспозоны, а ретро-транспозоны, есть не просто эти самые, самые, кусочки ДНК, а есть ретро, 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 и вот тогда я, 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 господи, боже мой, вот, нельзя, связался, да, нельзя, пусть она не шибко об этом, вот, я показывал, на трибуне, видели, вряд ли она там об этом скажет, ни времени пришло, но знает, 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 а значит, может работать в этом направлении, так ведь, я бы сейчас, чтобы не так скучно было, я бы сейчас приведу один пример, что такое ретро-гены, ретро, кусочки ДНК, ретро-транспозоны, возьмём такое, возможно, наверное, волнует люди, чем деревья, и так, начинается великое оледенение, вся земля покрывается льдом, может это случиться через сколько лет, вот, и постепенно жизнь угасает, когда-то закончатся все энергоресурсы, потому что оледенение сопровождается ледяным панцирем, который поднимается на высоту нескольких километров, такой панцирь был всего 12 тысяч лет назад, Европа была покрыта панцирем не в длину 2-3 километра, а в высоту 2-3 километра, вы понимаете, вот, вот тогда-то вот тогда-то эти свойства-то и проявлялись, холодно-жарко, холодно-жарко, вот, а то, что этот парень открыл, это уже, мы про это говорили уже давно, и вот получается, мы не говорили, мы действовали, вот они получаются как, теплый период возвращаются, ну, при определенных условиях можем это сделать не за миллион лет, а за несколько лет, вот это мы практически можем, это уже не теория, это практика, и вот представьте себе, что земля покрыта в дом, и вот людей все меньше, меньше, каким-то чудом выживают, выживают, но мерзут, поколение за поколением мерзут, высокая смертность, детская, притерпу, детская, все хуже, хуже, все дело хуже, хуже, все хуже, хуже, и вот однажды случится следующее, не так, как вот думали, что вот покорение детей, вдруг они выросли, мужчина, она в шерсти чуть больше, а здесь поколение еще вот на миллиметр в шерсти больше, по этому, по Дарвину, нет, просто однажды родился ребенок, прямо вот родился, и весь в шерсти с головы до ног, кроме ногтей, весь в шерсти, весь, вот это и будет новое время, это же самое происходит из деревьев, я назвал в начале то, что вы поняли, это произойдет внезапно, это есть в поиске любого живого организма, вот, понимаете, любого, и вот я еще не все сказал, значит, теперь получается так, нужен возврат к эритивной гибридизации, кто этим будет заниматься, сейчас можно сколько угодно на руках носить этого парня, который, ну, мягко говоря, он скорее из нашей среды, у Сенковца, но он скорее всего, он просто случайно прорвался, будет, не будет отмечен на русской приемлемой, а вы что думаете, сейчас все сразу возьмут приемочие ножи, или будет как эти самые, каких этих, врачихи, в нашем основном врачихи, врачи, врачихи, доказалось, что они заканчивали гузы, а их не научили уколы ставить, врачи не умеют ставить уколы, вот, а вы думаете, многие умеют поливать, так как Ирина Александровна Савельевич, я сейчас не возьму, что она у меня училась, а кто не учился у меня, кто их там учил по-настоящему, по-худрохе учили, вот, и получали вот это вот, вот это мы научили, за этим не стоит садок, не будет садок, не будет, не будет, шайбу, шайбу, не будет, вот, вы куда не делись, прориснул, сразу две фотографии прориснул, вот это вот и есть наука, она перешла в стадию практики, вот в таком виде, как я буду проворонить, а тогда она не же значит, вот, вот это направление совершенно негодно, значит, садок не будет, вот, и это значит, садок не будет, вот они, аликидолик, банк, много садового такого кусочка дерева, такого вот, вот смотрите, сколько можно произвести, только, что в этом кусочке, если можно, столько, врачу, дички, если она, культурная, они замерзнут, вот это вот, они могут, больше ничего, а больше вы их и не учили, вот, и вот сейчас надо какое-то делать, вымет, Лесенка возвращается, или не возвращается, вот, один случай такой, что это, доказано было сто процентов, да, существует, мигнативная глинация, вот, почему, клетки по двое и прямое, я же ничего не веду, клетки по двое и прямое, горизонтальный перенос, ядерных глинов, вот, и тогда получается так, что, бой, боюсь, боюсь, пропускаю, боюсь, и вот что получается, когда был спор, у меня это есть, это все, так как бы сказать, запрокаталировано, вот, ответ был, да, поверили, называтели, хватит трепать, в результате серии 30-50-х годов, это почти 100 лет назад, наличие эффективной гибернизации подтвердить и удалось, вот, в этом месте, скопировав, вот эту вот, современную, в 22-м году, или 21-м, нет, в 24-м, в 24-м году, вот, в споре, в Ярце, в споре между Железовцем, сейчас такие, в нашем кружок, называются Железовским, я уже дожил за этого, вот, взяла, вот, в этом месте, вот, смотри, сколько, да, а дальше точку поставила, из, а, а, это же, часть вот эта вот, это классика, классика, вот, и здесь написала, а значит, это, 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 от себя добавила, то есть, не выросил ни одно дерево, не сделал ни одной прививки, вот, это наш уровень, а получилось так, что, ложность, теоретических воззрений, вот, а сейчас всех взял, и по телевизору покажет, и преподносят, как гения, представляете, как гения, почему, потому что, это все было забыто, добавлю еще немножко, ладно, потеряю еще 10 минут, значит, как получилось, некто, неронов, то ли он журналист, то ли он ученый, вроде бы ученый, написал такую статью, она, ну, как бы сказать-то, она положила, последний был гвоздь в гроб, Лысенко, и последний гвоздь в гроб, Мичурина, цитирую, это очень важно, ребят, почему, я серьезные дела говорю, пусть я сегодня, что-то, перед еще ползимы, еще все изучим, всю науку эту, которую надо, практику, практику, в теорию я особо не лезу, и так, значит, он написал следующее, при Лысенко, 300 советских ученых, занимались вегетативной гибридизацией, они за это получали, должности, степени, вот, и еще что-то, в общем, они благоденствовали, 300 человек занимались прививками, получали гибриды, 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 потом, когда Мусенко убрали, когда его школа была разгромлена, нету этих 300, победители, завопили, не обнаружены ни одного вегетативного гибриды, все, 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 что было, и вот это дают право таким современникам, нашим писать, гибриды, 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 а я вам, железо, объясняю, вот, этих вегриды, гибридов, пруд, ой, не буду, реветь, пруд пруди, у меня их несколько сотен, фактически любое дерево, я вам показывал, так, но, есть одно качество, которое я, став между двумя школами, разгромленная школа, и школа, так называемых гибридов, вот, став ровно между ними, сказал, гибриды, гибридизация существует, но ни один вегетативный гибрид, в дальнейшем, при следующей прививке, или при сеянцем врача, это берем косточку, берем черенок, не повторяется ни один, и у меня ни разу не повторился, но, когда я смотрю на эти прекраснейшие плоды, скажите мне на милость, которых нет в природе, понимаете, нету их в природе, вот этого, у меня есть гораздо больше фотографий, это я выбрал ради того, чтобы показать ей, похвалить свою ученицу, ну, она знает про это распознание, это как понимать, вы спросите у тех девчонок, выпускниц и горячих, что они знают, а она знает, я тогда выбрал, у меня много фотографий, только с ее участием, чтобы вы смотрели, один глаз на плоды, а другой на ее лицо, если еще посмотреть, понимаете, друзья, о чем речь сойдет, вот, настоящие, витативные, их нет в природе этого, нету, но я уже сто раз, у меня, с этого я рассказывал, с академиком получилось, Фаина, Фаина, перевивал, перевивал, расползать, вот, и таких примеров у меня десятки, вот она истина, но это не значит, что мы не должны перевозить, а это, один из тысячи повторяется, и меня призывали так, крупнейший ученый, я называл фамилию Леонид Александрович, крупнейший ученый российский, вот, мы спорили на страницах крупной газеты, и он в конце своей, сказал, в конце своей, ваши бы таланты, возьмитесь за это, опять за, откажитесь от привык, и возьмитесь за сеансов врач, за, за, за это, за опыление висеться врач, и на полной серьезе сказал, а что я вот с этого получу, так в случае, если я косточки высохну, наша песня хороша, получится еще десятки, только вот с этих вот, я могу получить новые десятки сортов, это так просто, уже пребываешь, на разных, есть такая стадия, ой, все, 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 меня нельзя будет остановить, мы уже сейчас проговорили, почти больше сейчас, надо эту тему заканчивать, и так, наш человек, он не знает, что он высунковец, если бы сейчас существовали, то уже те поколения умерли, что такое современное поколение абрикосоводов, вот идет, в международной конференции, я привожу абрикосы, Байкалов приводит абрикосы, выставляем на стенде, я рассказывал, такие красивые, эти написано, значит, абрикосы железа, Краснодарский край, абрикосы Байкалов, это, Хакасия, вот, а других десятки этих таких же, красивых, там, некоторые прям ветки отрезали, привезли, ой, бишни, челеси, такая красота, вот не отнимешь, куда мне до них, когда не было, но спросите, привезя это, они могли, им же приказ был ввести, могли, привезли хотя бы один плод, во всей России, не нашлось ни одного плода, абрикоса, ни единого, в зале сидят сотни, пять академиков сидит, в это, в президиуме, в зале сидит, половина кандидатов, половина, ну, может быть, там были аспирации, вроде Руссана, но еще половина докторов, ни один не привез, а как теперь взять в эти, специалиста, вот, ну что, заканчиваем, вот это наше будущее, вот, я еще что сделаю, это мой долг, у меня есть уникальная переписка, она вроде бы даже дискуссия, но вы знаете, что такое настоящая дискуссия, это не как с теми языками, смотрите, вот дискуссия с теми языками, сейчас поймете, потому что, я вам сейчас сделаю обещание, которое выполню, 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 вот, кстати, нас вот за что бьют, якобы мы занимаемся химерой, а химера, это значит, та же ложь, вот, про меня так говорили, и про, я кандидат наук, вот она, она не скрывает свои данные, когда-то она попадет, пускай, где это самое, ну знаете, какие персонажи, ну мягко говоря, отрицательные, мне не интересно, вот то, что вы смотрели, да, как появляются эти вегетативные гибриды, интересно, я кандидат наук, у меня шикарный образователь, вот это образование, ее научили, калечить деревья, вот, она занимается травой, ну, глюпина за трава, и полезно спорить со мной, железом, который, вот смотрите, он металлург, этот металлург, металлург, имеет около ста изобретений, и, когда дальше это самое, распредложение, около ста, он принес стране миллионные прибыли в виде живых денег, вот, он, как изобретатель, да, переедет сюда, еще достаточно молодой, за 38 лет с моими мозгами копаясь, он что, не мог, не видел, ничего создать не смог? А он металлург, от самой страшной, вот, чего не учат в этих самых, смотрите фото, еще чего? Она пишет, я профессионал, ученый-селекционер, то есть, не имея понятия об абрикосах, о моих черешек, вишнях, персиках, вот, помните, я с чего начинал, там, показывал этого Макарова, расползлось по стране уже, в сотне этих садах, вот, а от нее ни одного не расползлось, а почему она себя, пишет ученый-селекционер, она считает, что послушал курс, такие же, как она, людей, которые понятия не имеют о вакциативной гимнадизации, потому что даже думать было запрещено, под страхом вылететь, вот, она взялась, стала моим судьей, а на самом канале, это миллион двести тысяч подписчиков, подписчиков, ну, ладно, вы уже поняли, это я на самом деле, вот странное дело, почему она мне это не написала, у нее железо, ну, а дальше смотрите, дальше пойдет у нас уже, ну, назовем это, нормальная тема пошла, посадка, все как обещал, но последнее скажу, в отличие от этого самого, когда человек, который ничего не вырастил, ничего не умеет, вот, пишет, что он, не стоит знать, вот это их уровень, почему она ничего не знает, она считает, что ее всему научили, вы поняли, она не виновата, вы получили диплом, а вдруг у нее как раз и диплом, она считает, что она все знает, а то, что она знает, это маленькая, вот, понимаете, лыжни, сюда-сюда пошла, одна пошла в гору, другая обойти гору, можно-можно, помните, как я рассказывал, нормальный герой, все дает тут обход, не получается, у лоб, пойдем в эту самую, в бок, обойдем стороной, и все равно дойдем до цели, когда идешь вот так, по кругу, цель длиннее, ну что ж, раз гору, бог, в лоб не взять, вот, а здесь человек стал моим судьей, понимаете, и моего брата, который такой же ему скончал, сельхоз ему скончал, вот, и моего сына, который тоже имеет диплом этого, агронома, вот, и получается, что, все это направление, все эти годы потеряны, вот что, и тогда я, теперь от себя говорю, у меня есть дискуссия с самыми умными, и, я говорю, почему, потому что я сюда никак не отнесу, это не дискуссия, она отказывалась, и я, это, то, что я хотел показать, не буду смотреть, и все, внимание, это, говорит, ученый, смотреть фото, еще чего, вы представляете, ей, наверное, интересно бы стало, как, откуда, а как это вдруг, семьи, с одного поколения, стали вот такими, а, а почему они вот такие вот огромные, их нет в природе, вообще нету, а почему эти живут, и них они им не делают, что такое, генный манчжурцы находится здесь, что он об этом знает, вот, еще чего, а почему, боится посмотреть, а вдруг посмотрит, окажется, не права, а помните, про оперу Иоланта, там, девушка, которая, скрыли от нее, дочь царя, скрыли от нее, что она слепая, и жила счастливо, она сейчас вот так и надо, в глазах темнота, но она сейчас вот так и надо, вот, и вот такая же, такая же, эта дочь, только непонятно кого, и вот дочь современной науки, вот так, дочь семерезвики, и у меня есть дискуссия, и вот я называю фамилии, называю с огромным уважением, пиететом, да, на том свете Латинков, на том свете Бодна, на том свете Бродский, вот, дальше, значит, еще я называю фамилию, это самое, Владимира Терентьевича Горноулова, вот, дальше Николай Иванович Курдимов, пять пальцев, вот я где-то там шестой за ними болтаюсь, умнейшие, грамотнейшие люди, каждый из которых, сейчас, если были живы, могли бы, самое малое, это читать курс лекций, но не для новичков, не для студентов первого, второго курса, ну ладно, четвертого, для преподавателей специально, курсы по повышению, вот эти люди, а у меня все материалы, вот они, прошли времена, когда мы ломали копию, при огромном уважении к друг другу, и у меня это все есть, и я все это озвучу, вот, пришло наше время, ну как пришло, если затем, а если тот парень, который в затворничестве, открыл свои открытия, ну, назовем это теоретической части, вот, того, чего мы здесь сотворили, вот, знает, может быть, может быть, где-то когда-то, может быть, он, это, пошел присядь сначала, не от Железова, не от Владенкова, а может быть, от Мичурина, может быть, почему нет, может быть, он-то и не от Существующих, может быть, потом скажут, так, там, президент Академии наук, все, вот жаль, фамилия не запомнил, теперь мы будем вот так работать, вот это самое, и придется вам, господа ученые, брать руки привычной ножей, а я обещаю, я все это сделаю, я обещаю, я сделаю, я озвучу, самый уникальный материал, который можно представить, это наши дискуссии, повторяю, Царство Небесное, Бродский, Царство Небесное, Боднар, Царство Небесное, Латенков, надеюсь, что Володя Горнаулов, жив-здоров, умнее и грамотнее человека, я в жизни не встречал, понимаете, вот, пятый Курдюм, ну его представлять, книг полтора миллиона экземпляров, его представлять, выпустите, мерязельки, ну и напоследок, я сейчас скажу, вот эту вот фразу-то, вот, да, это было в одном из скандалов наших, это было, а я говорю, а чем вы там это, меряете-то, Курдюм, он что выпустит, ваши темерязельки, а те от Курдюмова неправильные, вы представляете, на каком уровне идет дискуссия, Курдюмов неправильный, оказывается, выпускник, а они правильные, в лучшем случае, научили их колонировать, и выращивать почкой, то есть, ну, сами знаете, коллег выращивать, ну все, выгорелся я, ничего себе, час-пятнадцать минут говорю, я на кухне подлечаю, а потом начинаем нормальную работу, вот, еще надоедем вам, я успел все сказать, вот, это мой долг, долг перед страной, ну, так получилось, что я отвечаю, я сейчас отвечаю за всех, за тех, кого я перечислил, кто уже, это, небесные канцелярии, стоят на особом учете, знаете, когда они туда, прилетели, что им сказали, вот лопаты, и вперед, новые сорта выращивают, вот, за райским садом, тоже уход нужен, ни один сад, просто так не будет существовать, сам по себе расти, хе-хе, поверьте мне.